Всем привет! С вами Настя и вы на моём канале. В сентябре месяце я начала активно продавать на Авито, расхламлять квартиру и запускать в неё, так сказать, новый воздух. Записала свои продажи за октябрь. Сентябрь не буду считать, потому что он неполный, но мне кажется, это интересно послушать, кто что продавал за тот или иной месяц. То есть я сама слушала такие видео, мне было интересно, и поэтому я решила тоже снять видео о том, что же я продала на Авито в октябре 2024 года. Но давайте начнём. Значит, первое, что это было, остатки набора для вышивания. Я вышиваю. Кто подписан на меня в телеге, тот знает. Я там периодически делюсь своими работами. Сейчас, правда, не вышиваю, но ладно. В общем, выставила я три набора остатков от вышивания за 400 рублей. Общая сумма это была. И через какое-то время мне написала женщина, разложите все заказы, и я у вас их закажу. То есть она хотела купить три штуки, и каждую по 400 рублей. А я, как бы, из-за того, что только начала этим заниматься, сказала ей, что вообще-то я сразу три набора продаю за эту сумму. Она такая, да. Я говорю, да. В результате она заказала. Потом я уже подумала, что, ну, не надо было так говорить. Надо было действительно разложить три набора, и чтобы она сделала три заказа. Ну, ладно уж. В общем, с совету доставкой я отправила эти наборы. Комиссия составила 28 рублей. И получила я с продажи трех остатков от вышивания. Остатки, я думаю, знает кто это, что это. Какое-то количество ниток остается. И схемы, собственно, сами. 372 рубля мне принесла эта продажа. Следующее. Я продала фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 3. Такой старенький черненький фитнес-браслет. Сейчас уже, наверное, такие никто не носит. Или носят только любители олдскула. Выставила я его за 300 рублей. Мы еще давали его маме. Думала, может быть, она походит с ним. Но нет. Как бы не подошло. Не понравилось. Потому что там браслет... То есть вот эта же штучка у нас из резины. Я тоже ношу фитнес-браслет. И, видимо, неудобно. Мне тоже как-то в одно время было неудобно. Надо привыкать к ношению браслета. Ну, в общем, выставила я его за 300 рублей. Мне его очень быстро заказали. Я его отправила с авиадоставкой. Комиссия вышла 21 рубль. Итого я получила с браслета 279 рублей. Следующие, что купили кеды. Детские, красные, 28 размера. Я их выставила за 300 рублей. Этим летом муж их купил Кате, нашей дочке. Когда мы были на даче. Это было, наверное, весной. Как раз погода стала налаживаться. И была нужна какая-то обувь полегче. Потому что мы с собой в тот раз не взяли никакую легкую обувь. И они, собственно, были недорогие. Эти кедики. Ну, наверное, не знаю. Рублей за 500, может быть, он их купил. Или 450. Мы их не мерили, естественно, перед покупкой. А когда уже муж приехал, мы стали мерить по факту на даче. Они оказались в маломерке. То есть, и дочка их не носила вообще ни дня. Потому что ей было неудобно. Соответственно, лежали и они лежали. Я думаю, ну, надо их, наверное, продать тогда. А то что, как бы. Хорошие, новые, считай, абсолютно. Ну, пару раз мы все-таки пытались, чтобы она в них походила. Но нет, не получилось. За 300 рублей я их выставила. У меня их очень тоже быстро забрали. Советы о доставке. Комиссия составила 21 рубль за доставку. И с них я тоже получила 279 рублей. Следующее, что я подала. Старый свой телефон. Microsoft Lumia 535 Dual 8 ГБ памяти. Это такие, знаете, телефоны были на базе Windows Phone. Но там у них магазины не работают. То есть, как бы, сам телефон работает. Он был с треснутым стеклом. Собственно, я обо всех недостатках и недочетах всегда подробно пишу. В описании товара. Я еще снимаю видеокарточки на товар обязательно. Для меня это не составляет проблемы. Некоторые не снимают. Я снимаю всегда. Я выставила его за 579 рублей. У меня его купили с авито-доставкой. Комиссия составила 22 рубля. Итого, я с него получила 550 рублей. Дальше. Я продала зимний комбинезон Трансформер 74 размера. Это еще когда Катя была совсем маленькой. Я была в декрете. Муж купил этот комбинезон. И он у нас пролежал. Я не знаю сколько. Он изначально не подошел к Кате. То есть, ей было как-то неудобно. Ей вот так вот на лицо натягивался. Ну вот, как это назвать. Когда надеваешь капюшон. И вот тут вот скрепляешь. И вот это вот скрепление. Оно прям ей всегда вот так вот поднималось. Было очень неудобно. Я в результате потом другие комбинезоны купила. А этот еще тогда муж сказал. Говорит, ну ты его ввозь тебе на ВИТО. Может быть кто-то купит еще тогда. Но я тогда не занималась этим. Мне что-то было как-то неохота. Неинтересно. Я не знала, как пользоваться этой доставкой. Она меня пугала. Вот. И он благополучно у меня очень долго лежал там. То есть, объявление было снято с публикации там еще. Может года три назад. И вот тут я как-то в сентябре его выставила опять. И у меня его купили. Но я его выставила очень-очень дешево. Потому что пошив был неудобный. Ну, на мой взгляд. Я такая думаю, ну может быть хоть кто-то купит. Может хоть кому-то подойдет. И если вдруг этому человеку тоже не подойдет, не так жалко будет. Я его выставила за 200 рублей. В результате комиссия от пересылки отнялась 14 рублей. И получила я только 186 рублей. Следующее, что я продала, это куртку демнесезонную. Куртку большого размера. Куртка у меня эта появилась, когда я была беременна дочкой. У меня был уже тогда очень большой живот. И он не влезал ни в какую куртку. Мы тогда, я помню, съездили в Декатлон бывший. Сейчас он Де Спорт называется. И вот там как раз мы прикупили такую спортивную курточку. Куда влезал мой живот, собственно говоря. У меня купили эту куртку очень быстро. Она, наверное, и дня не провисела. За 1000 рублей я ее выставила. И мне ее сразу заказали с авито-доставкой. Комиссия пересылки отнялась 70 рублей. Итого я получила из нее 930 рублей. Следующее, что я продала. Лосины утепленные. 98-й, 104-й размер. Я их заказывала когда-то на Валбере с Катей. Но они такие симпатичные. Она что-то вот в них один год ходила. Сейчас уже, говорит, жмет. Ну, я вижу, что они короткие уже стали. То есть она их переросла. Я их выставила за 215 рублей. Комиссия составила 15 рублей к пересылке. Их также у меня заказали с авито-доставкой. И получила я с них 200 рублей. Я вот на этот момент уже, кстати, начала ставить как-то так цены. Чуть больше на сумму комиссии. Чтобы получить хотя бы ровный сумм. То есть там 200 рублей. А не вот 279, да. Так что лосины я эти продала. Купили у меня их тоже достаточно быстро. Следующее. Я продала книжку Владимира Набокова Лолита. Такая она, небольшая была. Выставила за 161 рубль. У меня ее также заказали с авито-доставкой. Комиссия составила 11 рублей. Получила я за нее 150 рублей. Так, следующее, что я продала. Сумка Гуэс. Или как там? Такой бренд очень дорогой называется. Гуэс. Или как там еще что-то. В общем, на самом деле интересная история этой сумки. Как она у меня появилась. Ну ладно. Сумка Гуэс. Она у меня была. Я ее не носила вообще ни дня. Потому что она маленькая, неудобная. Она у меня пролежала, я не знаю, больше 10 лет, наверное. И тут я решила ее выставить на продажу. Думаю, ну а что она захламляет? Как бы, да? Может быть, она обретет новую жизнь. Кто-то будет с ней ходить. И поэтому было решение ее продать. Выставила я ее за 750 рублей. И у меня ее купили буквально через 10 минут. Я вообще такого не ожидала. То есть сразу девушка заказала. Говорит, все. Говорит, я ее оплатила. Говорит, отправляйте. Я говорю, хорошо. Я не ожидала. Так подумала, надо было, может быть, цены побольше поставить. Думаю, ну ладно уже. Раз так сразу заказали. Она уехала у меня. Комиссия составила к пересылке 52 рубля. И получила я с этой сумочки 698 рублей. Дальше, что у меня хорошо продается. Я когда-то коллекционировала карты Таро. Покупала в киосках энциклопедию Таро. И там надо было собрать два журнала, чтобы получилась одна колода. И вот у меня эти Таро лежат. Я ими не пользуюсь. У меня уже давно нет к этому тяги. Да и, собственно, тогда я не гадала. Просто мне вот нравилась загадочность какая-то. Карты Таро, неизведанность. В общем, карты лежали, лежали, лежали. Тоже, мне кажется, лет 10. И вот я созрела для того, чтобы их продать. Выставила я как раз эти колоды. У меня купили, значит, карты Таро, золото и кон за 350 рублей. Пересылка 24 рубля. Получила я 326 рублей. Это, кстати, было... Это был, можно сказать, один заказ. Ну, как один заказ. Это была одна клиентка, один покупатель, который у меня заказал сразу две колоды. Вот как раз вот это золото и кон и карты Таро тысячи и одна ночь. Кстати, я этими картами Таро не пользовалась. То есть, да, они у меня лежали практически вообще как новые. Ну, естественно, я там могла просто посмотреть, картиночки мне было интересно. И вот она мне попросила скидку 50 рублей на одну колоду. Я говорю, хорошо. Значит, первую колоду она у меня сразу оформила за 350 рублей. А вторую колоду она оформила за 300 рублей. При том, при всем, что у меня были проблемы с созданием нового объявления. То есть, я его создала. Она говорит, сделайте объявление за 300 рублей. Я сейчас закажу эту колоду. Я создала объявление. Я говорю, там нет доставки. Я говорю, ну как так? Я с телефона смотрела. Что-то она говорит, нету и нету. Я с телефона не вижу. Компьютер включила, посмотрела. Там более как-то расширено все видно. Делаю ей скрим. Говорю, вот, все, у меня там есть доставка. А заказала на эту колоду тысяча и одна ночь. В результате, когда карты уступили в пункт выдачи уже ей непосредственно, она пришла, проверила карты. Золото и кон она забрала. А тысяча и одна ночь мне вернулась обратно. Ну, потом я ей написала. Ну, мне, естественно, стало интересно. Я так аккуратненько, красиво написала, что здравствуйте, что случилось, почему решили отправить карты назад. Ну, как-то так я очень корректно написала, а то мало ли, знаете. Она говорит, что в них видны очень сильные следы эксплуатации и пожелтевшие они. Меня это, конечно, очень сильно удивило. Я ей написала, что я вам, как бы так, не соврала. Я бы не хотела, чтобы вы считали меня нечестным продавцом. То есть, ну, вообще все нормально. У нас были проблемы при оформлении этой колоды. И она написала так, что, скорее всего, эта карта не хотела к ней изначально ехать. И она найдет своего нового покупателя. Ну, собственно, все, карта не вернулась. И даже я ее уже обратно забрала. Кстати, ну, это уже будут ноябрьские покупки. Мне ее все-таки купили. Сейчас она едет к самому получателю. За 350 рублей. Но еще пока не получили. Не знаю. Мне кажется, в этот раз ее не заберут назад. Так, следующее, что я продала, это клетка для хомяка за 500 рублей. В этой клетке был сломан один пруд. Она сама по себе не очень большая клетка. Это самая первая клетка, которую я сказала на маркетплейсе Wildberries для хомяка за 1200. Там в ней внутри был домик, второй этаж, лесенка, колесо. И мы заметили, что хомяку просто стало тесно. В колесо он не помещается уже. Я ему, кстати, там тоже дополнительное колесо купила. Ну и, собственно, вот как-то я ее сама собирала. Потому что, когда присылают клетки новые с маркетплейсов, их надо самостоятельно собирать. И что-то, видимо, я повредила. Один пруд сломался. Я его сделала на холодную сварку. О чем я написала в описании. И также в видеокарточке я рассказала, что вот такое дело. И у меня эту клетку уже сразу же заказали с доставкой. И причем с доставкой в постамат пятерочки. Такого у меня еще не было. Вот. Я ее упаковала. Еще раз переспросила у покупателя. Вы же знаете, что вот тут пруд сломан. Я его на холодную сварку сделала. Мне сказали, да, знаем. Но все же держится. Я говорю, ну да, все держится. Потом, значит, я отправила и вспомнила, что я не сказала еще один нюанс. То есть, как бы, я понимаю, что, скорее всего, это объявление понравилось тем, что в клетке много всего было изначально. И там было бесшумное колесо, которое я отдельно докупала на Валберис. Крепление этого колеса скрутилось при первой же установке колеса в клетку. Когда доставка, заказ еще был в пути, я прям не могла уснуть чего-то. Был один час в вечере. Я решила написать этому покупателю. Говорю, здравствуйте. Вот я тут вспомнила еще важное уточнение. Оно не касается клетки, а колеса бесшумного розового, которое внутри клетки. Лучше его не снимать, потому что можно обратное колесо не надеть. Антка говорит, спасибо, что предупредили, но мы же не колесо, как бы, покупаем, а клетку. Ну, собственно, я сказала, вы сами решайте, получать или не получать. Потому что, насколько я знаю, заказы через постамат, если ты получаешь, ты проверить не можешь. Сразу у тебя там, как бы, идет отметка о вручении. То есть, в других местах можно проверить содержимое, если не понравится, сделать возврат. Ничего такого нет, никто денег не потеряет. Но она ее забрала. Слава богу, никакой плохой отзыв не написала. Так что, все успешно. Пересылка составила 35 рублей. Получила я с этой клетки 465 рублей. Следующее, что я продала, выпринесили для волос. Он у меня лежит. Ох, мне его подарила подружка. С которой я уже давно не общаюсь. Когда мне было еще лет 15. Значит, он у меня лежал, лежал, лежал. Может быть, когда-то я там и пробовала волосы выпрямлять. Но все же это надо делать в специальной защите. Да и... Ну, не делаю я это. Но не выпрямляю я волос. Какое-то время он у меня лежал. Наверное, больше 10 лет. В знак нашей былой дружбы и общения. Ну, и я подумала, что надо его продать. Ну, потому что занимает место. Как бы вот это вот все, вроде мелочи. И там, и сям. Выставила я его за 400 рублей. У меня его через 2 месяца буквально купили. Комиссия составила 28 рублей. Получила я за него 372 рубля. Следующее, что я продала. Значит, полкомбез штанишки Катиной. Из которых она выросла. 98 размера. Выставила я их за 430 рублей. Их тоже достаточно быстро купили. Они повисели, наверное, 2 недельки. Вот как снег у нас вышло, так сразу заказали. Итого я получила с этого комбеза 400 рублей. Так, и последнее. Вот это я чуть не забыла. Ну, потому что это не была авито-доставка. А у мужа была покоцанная фара. Он ее на машине, конечно, давно уже поменял. А сама эта фара оригинальная лежала, пылилась. И как бы она была абсолютно рабочая. Там просто была одна часть сколота. И от перепадов температур внутри все запотевало. Это было все описано. Также это было и видеокарточки. Но фара была оригинальная. И я ее выставила на авито за 2 400. При этом в карточке я написала, что могу сделать скидку, если попросите. Приехал мужчина. И попросил скидку. Говорит, ну вы же сказали в карточке, что вы хотите. Что вы можете сделать скидку. Ну, в общем, я сделала скидку. Точнее, мы с мужем вместе выходили. Потому что приехал он очень поздно. Наверное, часов в 10 вечера. И как-то было страшновато выходить. Но мы вместе вышли. Фару отдали. И за 2 000 он ее забрал. Ну, и в общем-то, это все покупки, которые у меня были. Точнее, все продажи, которые у меня были на авито в октябре месяце. У меня купили в результате 14 позиций. И 1 15 это возврат был. 2 000 и 1 ночь. Итого, я заработала на авито 7 207 рублей за октябрь месяц. Ну что, вот такое вот видео у меня получилось о продажах на авито. Вы уж тут извините, был кое-где кашень. У меня тут маленький ихбин больной. Слушает. Вот. Пишите свои комментарии. Пишите, что вы продаете на авито. Как вы считаете, нормальные ли цены я ставлю. Потому что я только недавно начала этим заниматься. Вот прям буквально сентября месяца. А на этом все. Все до новых встреч. И увидимся очень скоро. Пока-пока. Пока-пока.